Мы продолжаем нашу работу и я с глубоким удовольствием хочу представить вам вице-президента Европадона, президента Европадона Кипр Эви Папандополус. И мы заслушаем доклад Европадона и рак молочной железы, адвокатирование и приоритеты пациентов. Здравствуйте все, извините, я не могу говорить по-русски, извините меня, буду говорить по-английски. Мне хотелось поблагодарить национальное женское здоровье за приглашение того, чтобы сегодня вы мне дали доклад и поделиться своим опытом. Я пришелся с острова Кипра, как вы знаете, я живу около моря, я очень знаком с русским языком, потому что у нас примерно 60 тысяч человек русских живут в городе, но сегодня я говорю не по-русски. Вот наш опыт с Европадонной. Европадонная это европейская коалиция в борьбе против борьбы раком молочной железы. И наша задача это помочь в борьбе с раком груди. Европадонная это не правительственная организация, и Европадонная Кипр это одна из 47 членов Европадонной, которая очень важная, это важное количество, и большая сеть это Европадонная. То есть мы работаем на европейском уровне, то есть в области политики и образования, и ее члены работают на национальном уровне для того, чтобы издавать соответствующее руководство, инструкции. А наша миссия заключается в том, чтобы все женщины Европейского Союза имели информацию относительно скрининга и лечения заболевания. Согласно статистике, рак молочной железы наиболее частый рак у европейских женщин, и наибольшая смертность от него. У нас в Европе более 300 тысяч новых случаев рака молочной железы и порядка 90 тысяч смертей от этого заболевания. Те приоритеты, которые мы сейчас развиваем в настоящее время, это работать над внедрением европейских инструкций, европейского руководства по проведению маммографии, скрининга путем маммографии. Аккредитация соответствующих служб и проведение соответствующих исследований для метастатических больных, а также вложение в соответствующие исследования. Европейский парламент рассматривает рак молочной железы как единственное заболевание, которое требует декларации, которое потребовало соответствующей декларации. И такие декларации были приняты, как вы видите, в 2003-2006, уже такой апдейт обновления в 2015 году, который говорит о том, что все женщины с раком молочной железы должны быть лечены в специальных мультидисциплинарных отделениях, маммологических отделениях. Конечно, эти отделения должны быть сертифицированы. Наше основное направление в Европа Донна, оно касается защиты, это значит лоббирование активности отдельных больных. То есть, вот эта политика поддержки, это продвигать целевые решения на уровне правительств, продвигать лучшие практики, повышать выживаемость и оценивать психологические проблемы, оценивать здравоохранение, систему здравоохранения и с точки зрения именно профессионалов медицины. Теперь, что касается целевых работ по профилактике, это касается, мы стараемся давать им соответствующие инструкции о том, как защищать себя, как обследоваться самим. Мы промотируем, продвигаем различные программы такого рода. Каждая женщина, которая посещает эту программу, она должна пройти и иметь возможность проходить скрининг и проводить самообследование. Это лучшее, что делается для женщин. И кроме того, специальное обследование женщин, это мы даем им соответствующие инструкции, куда идти, что делать и как выбрать медицинское лечение. Ну и конечной целью является проведение соответствующих исследований, проведение сканирования молочной железы. И если больная все-таки заболела и получила соответствующее лечение, то есть сюда пластики молочной железы, идет потом об обследовании ядерно-магнитным резонансом этих женщин уже потом. То есть наша цель – это следовать в животе этой женщине с самого начала. Согласно такой программе, которая проводится на Кипре, для женщин она проводится, уже давно она проводится, с 69-го года должно быть письмо, соответствующее приглашение на маммографию. Такая маммография проводится двумя, оценивается двумя маммологами, то есть это маммография проходит с помощью ультразвука или биопсии, если нужно, или диагностической хирургии. Когда при этом происходит снижение в целом рака в Европе, повышение частоты рака молочной железы, тем не менее выживаемость, смертность снижается, выявляемость увеличивается благодаря быстрому скорому скринированию, раннему выявлению рака. Ну вот, давайте вот посмотрим это. Это открытие нашего маммологического отделения на Кипре. В 2016 году все такого рода отделения должны быть снифицированы. Это президент нашей республики, это пришли парламентарии, для того, чтобы этот, и вот все собрались, и это на 10 лет так. Это клиника по, это некоторые из нашей группы, вы видите, что слева, вот это, что она украшает эту группу, так что мы немножечко коснулись того, сделали все для того, чтобы это было у отделения уютное и удобное. Ну вот, что касается программы по предотвращению рака груди, рака молочной железы. Главное это, 14-15 октября, 10 лет назад, движение Европа Дона, оно определило основные признаки, для того, основные факторы предотвращения рака молочной железы. Во-первых, это женщины могут сделать сами, изменения жизненного стиля, мы говорили о питании и физической активности, то есть поменьше используют таблетки для предотвращения беременности. Дальше некоторые аспекты нашей работы заключаются в обучении, в просвещении, мы стараемся сами просвещаться на уровне национальном и обучать людей. Мы пробиваем также технику, техники или методики обучения людей на эту тему. У каждой женщины она является потенциальным пациентом, и кроме того, пациенты, которые уже прошли лечение, они рассказывают о своих ситуациях женщинам. Кроме того, мы смотрим на то, чтобы мы могли менять законодательство соответствующим образом в пользу этих женщин, и влияем при этом и на политиков. В последний месяц в Милане, это очень знаменитый доктор-онколог из Португалии, Фатима Кардоза, дает нам последние обновления, последние новейшие результаты по раку, это она делала в Милане. Это она проводила в Милане для нас. Я не уверен, тот ли это слайд. Каждая страна в стране должна соблюдать планы по борьбе с раком. Это часть договора, европейского договора, который все подписали. Лечение рака, борьба с ним занимает большую часть бюджета этих стран. То есть мы на Кипре имеем план, который недавно был обновлен, который включает все новые способы лечения. И этот план изучали специальной австралийской группой. Так что мы скоро ожидаем объявления о новых стратегиях. Теперь в качестве важного замечания я бы хотел сказать, что женщины возглавляют этот план и комиссии. Они и женщины-парламентарии участвуют. То есть очень важна вот эта связь, поскольку можем сделать наши ситуации понятными и дальше объяснять наши причины властям. Кроме того, наша цель является улучшение обслуживания соответствующей службы. Мы работали вместе в университетах, в эпидемиологических исследованиях мы участвовали. Мы работали также по ДНК-тестированию в исследовательских институтах, а также в соответствующих медицинских властях. Там оказывали соответствующую поддержку в медицинской индустрии тоже. И кроме того, мы привлекали соответствующих юридических работников и также волонтеров. Наиболее срожная проблема для Европы Донна – это лоббирование. Вот это выпущенное на русском языке, а также на десяти других языках. Эта книжечка издавалась, которая очень полезна для всех национальных подобных ассоциаций, для того, чтобы осуществлять локальную защиту пациентов. Препараты – очень важная проблема для всех, особенно для национальных систем здравоохранения. На Кипре все пациенты, особенно больные раком, они лечатся бесплатно. И на это тратится много евро. 150 тысяч в среднем на больного евро. И мы используем биосимиллярные, так называемые, препараты генерики, которые аналоги известных препаратов. Это позволяет немножечко удешеветь лечение. Ну и кроме того, да, наша организация, она выступает за лучший доступ к этим препаратам. Мы говорят, при этом разговаривали со многими докторами из различных раковых организаций в Европе. И эти доктора говорят, что генерики, да, могут быть использованы. Некоторые, правда, говорят, что не могут заменить оригинальные препараты. Но в этих случаях пациенты, предлагается на рынке сейчас много различных препаратов. Эти генерики во многих случаях сертифицированы так же, как оригинальный препарат. И в этом случае они посылаются и в Европе распространяются. Некоторые генерики не проходят у нас для лечения, как, например, те, которые делаются из сырого материала, не сертифицированного, не проверенного. Что касается фармацевтических компаний, мы присоединяемся к тем силам, и к министру здравоохранения, и изучаем опыт также британского содружества, например. Ну вот мы же входим туда, мы создаем такую коалицию для того, чтобы влиять на фармацевтические компании, чтобы был лучший доступ к препаратам. Это опять Валетта, Валетское соглашение. То есть сюда входят Испания, Италия, Мальта, Кипр и Португалия. Они создали коалицию для того, чтобы... Италия – это страны Юга Европы. Для того, чтобы обеспечить более-менее равный подход к препаратам. Она была последована на прошлой неделе. Была подписана конвенция Кипра, Греции и Израиля. Какой тип коллизий может возникнуть между этими договаривающимися сторонами. Цитостатики для ракомолочной железы – это большая проблема. Поскольку до сих пор мы имеем в виду, что человек с метастатическим раком у многих женщин выживает многие лет с метастазами. Тем не менее, из-за новых методов лечения, новых препаратов. Так что мы имеем две стадии, которые всплывают на поверхность. В этой ситуации мы имеем по опросам различных фирм отсутствие ответа от некоторых фирм. Например, от навартиза. И, например, многих женщин, наоборот, были увлечены в исследования по новым препаратам. И эти статусы привели к ряду новых инициатив, среди которых мы предприняли глобальную инициативу по метастатическому раку молочной железы, включая и Америку, и Японию, и Европу, с тем, чтобы этот статус стал вскоре глобальным, для того, чтобы оказать давление на соответствующие фирмы, выпускающие препараты. И, кроме того, важно, чтобы больные имели доступ к новым препаратам и новым методам лечения. И нужно очень специальные мероприятия. Для этого мы должны слушать женщин и оказывать им специализированную помощь. У них есть при этом большие социальные и финансовые проблемы. И у нас в области паллиативной помощи тоже есть большие вопросы. Последние пять лет мы имеем дело именно с женщинами с метастазами. И мы должны создать специальную организацию для их поддержки. Во всем мире появляются новые случаи рака молочной железы каждый год. И 30% женщин, когда-нибудь возникнут метастазы, и большее число этих женщин должно получать антиметастатическое лечение. Это специальные конференции, которые проводила Европа Донна в этом году. ABC1234. Это специализированная конференция, посвященная женщинам с метастазами. Так что эту группу пациентов мы должны защищать. Европа Донна дала специальную пресс-конференцию по метастазическим больным, для того, чтобы усилить эти акции. Очень кратко расскажу вам о наших офисах или домах Европы Донна. У нас есть офисы на Кипре. У нас есть дома. Вы можете прийти, женщина может прийти в очень теплую, такую хорошую атмосферу, выпить чашечку, кофе. Там есть кухня, красивый такой розоватый салон, красный салон. Комната для свиданий, где можно пережить тяжелые времена, где, когда женщина находится лицом к лицу с химиотерапией. У нас есть специальные закрытые комнаты, где женщина может сосредоточиться. Можно получить соответствующие инструкции, консультации по поводу того, как дальше использовать, может быть, силиконные протезы и так дальше. Это некоторые из наших членов. Это некоторые из наших активистов, участвующие в просветительных программах, учиться вместе, они очень активны, они открыты для публики, то есть, может быть, они распространяют уверенность среди людей. Они разговаривают не только о раке, но также и прославляют жизнь. Это сила больных, это сила их поддержки и влияния различных властей, компаний, корпораций, различных сторон поддержки. Каждый октябрь имеет месячник ракомолочной железы. Специальные мероприятия проводятся. Вот, например, на Кипре. Это очень важное здание. Подсвечивают розовым цветом. И у нас специальная активность для того, чтобы люди, мероприятия, чтобы люди могли видеть и напомнить им о том, как они могут получить информацию. Вот. Это звезды октября. Это, так сказать, гвоздь октябрьского этого месячника. Это марш. Мы собираем примерно 12 тысяч человек, вот мы собрали, которые прошли маршем, одетые в розовые. Напомнить, о роли женщин в нашей жизни должно еще это. И приходят с ними и друзья, и родственники, и мамы, и многие. И для того, чтобы оказать поддержку. Это вот как все это выглядит. В розовых цветах. Или таких. И этим самым мы хотим также вдохновить наших, тех, кто принимает решения власти нашей страны. И сказать, посмотрите, вот что хотят люди. То есть это общественные акции, направленные на то, чтобы власти как-то стимулировать. Я закончу тем, почему-то розового цвета. Розовый – это цвет, в данном случае, ракомолочной железы. И приходят люди из Ра... Это пришло... Это как символ этот цвет. Пришло из Австралии каждый год. Примерно... Делается примерно 600 вот таких розовых силуэтов. Это тех... Означает тех людей, у которых был диагностирован ракомолочной железы. И дальше мы... И часть из них уже рассталась с жизнью из-за этого. Надо также не забывать и мужчин, Которые являются категорией, которые... Которые тоже должны уделить внимание этому вопросу. И вот, большое спасибо. Аристу... По-гречески. Спасибо. Продолжение следует...